За просонную измену у брызгий притулок торопляют коля десяти покинутых на морозе живёл. Сёня дах над головой, ежу и догляд тут отрымали 80 бездомных собак и десяток котов. Вот это мурка у нас, вот это у нас варочка, вот здесь у нас это персик, это рыжик. У кожного своя мянушка, я и витрынардина, да и на першем огляде постояльца. Свой характер, их история. Приклад на полову живёл, отловливаются на городских улицах специальные службы, не которых бездомных приносят брастовчане. Оленья редко своих питомцев доставляют и господары. Это отворотный бок медаля, який видовошно потребует пропрацовки, при том, что никакой отказности за сябры, а кого николи прорушил, был и господар не несет. Отказность за далейший лёс живёл, а так само выдатки на ее утроманне перекладываются на притулок и его работников. Это животные, которые жгут своих хозяев. То есть у нас каждое животное, попавшее к нам, независимо от лова, любое население, которое привезли, размещаются фотографии на сайте. Кому-то понравилось, жители, пожалуйста, приходите через заявление, забирайте. Если брать так в среднем статистику, привозят животных где-то в среднем 10, в районе 10 в день и забирают 8. Притулок хоть и часового утроманне, а ли отживёл, який протяглый час так и не знайшли собег из-под дорог, не сбавляется. Ченочки у нас кормятся три раза в день, потому что как большие, они маленькие, их надо почаще кормить. А так я считаю, что для котов здесь очень хорошие условия, теплоотапливаемое помещение, как бы всё, что нужно. Для собак тоже как бы там навес, всё, будка. Частые наведывальники притулку – волонтёры. Без их допомоги тут прознаются было бы тяжко. Своя клиника только у планах, а Пакуль на лечениях хвостатых пациентов отправляет в ветлячебницу города. Про обовязковую стерилизацию кожной, трапившей у притулок живёлых, а ворка Пакуль не иди. У меня у самого собака. Есть машина, есть свободное время после работы. Мне позвонились, попросили помощи, я здесь. Отвезти больных щенков на это смотр. Выключено на Добрыне, по раннейшим тримается и Добрыня. Громадское объединение, городские першопроходицы у оказания допомоги бездомным живёлам. Их утримание тут целком захверований. Дякуючу активной деянности волонтёров, шмат уже живёл, знайшли господаров. У той час, як за один только день, сто дня, колькость постояльцев выросла на десять. Бездомный собака ледь не загинул на снизе разом со шанятами. Выходили и вылечили, а тому упынены. Многоство бездомных вырутое людская Добрыня. Острымая рост их колькости, только обовязковая стерилизация. Такую процедуру тут проходит кожный подопечный. Ирина Никитина, Александр Воронин, Толерадо и компания «Брест».